МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Социально направленный и бездефицитный. Депутаты городской думы утвердили бюджет на 2023 год. Бумажный бум! Школьники собрали более двух тонн макулатуры. Площадка для активного отдыха в Муравленко открыли ледовый каток под открытым небом. В Муравленко утвержден бюджет города на 2023 год. На прошедшем сегодня очередном заседании городской думы депутаты проголосовали за принятие документа единогласно. Если говорить о суммах, то в сравнении с текущим годом городская казна потяжелела более чем на 400 миллионов. Бюджет на 2023 год по прогнозируемым доходам утвержден в размере 7 миллиардов 893 миллиона рублей. Из этой суммы собственные доходы города составят 635 миллионов рублей. Как прежде налоговые и неналоговые доходы городского бюджета сформированы за счет трех основных наших источников. Это налог на доходы физических лиц, 382 миллиона, что в совокупности 60 процентов от общих поступлений наших местных доходов. И также это налог на совокупный доход 121 миллион или 19 процентов доходы от использования имущества 60 миллионов или 10 процентов. В структуре расходной части преобладают траты на социальную сферу. Более 62 процентов, как и прежде, основная часть средств будет направлена на развитие системы образования. Еще две самые весомые статьи расходов, превышающие миллиард, это жилищно-коммунальное хозяйство и национальная экономика. В следующем году будут реализованы 22 муниципальные программы. Из них пять занимают лидирующие позиции по объемам финансирования. Это, как видите, развитие образования 3 миллиарда 80 миллионов рублей или 39 процентов от всех расходов. Соответственно, это благоустройство 1 миллиард 582 миллиона рублей или 20 процентов от всех расходов. Основные направления развития культуры – 729 миллионов или 9 процентов. Развитие физической культуры и спорта – 711 миллионов рублей. Получение жилищных условий граждан – 390 миллионов рублей. В системе образования львиная часть средств будет направлена на выполнение показателей муниципального задания. Также предусмотрены средства на организацию питания школьников, ремонт и реконструкцию школ, выплаты классным руководителям. По программе развития культуры также заложены средства на проведение капремонтов. Физкультура и спорт – здесь выделяется отдельная субсидия на развитие хоккейного спорта, а на объекты капстроительства направят более 300 миллионов рублей. Будет продолжено строительство лыжи, роллерной трассы нашей новой лыжной базы. Также будет планироваться реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Ямал». Проектные работы по реконструкции, выполнению проектных работ по реконструкции спортивного комплекса «Ямал». И также проектные работы по новому объекту «Центр единоборств северный характер». Ещё одна важная социальная программа – улучшение жилищных условий граждан. Более 300 миллионов предусмотрено на переселение из ветхого и аварийного жилья. 59 миллионов потратят на выплаты молодым семьям. И 17 миллионов предусмотрено для компенсации многодетным семьям взамен земельного участка. По программе благоустройства более миллиарда предусмотрено на дорожные работы. 202 миллиона выделено на реализацию первого и второго этапов реконструкции парка. В целом, как отметили депутаты, в ходе обсуждения бюджета он верстался в непростых экономических условиях, но удалось сохранить социальную направленность и избежать дефицита средств. Бюджет города принят единогласно. Следующее заседание Городской думы состоится 22 декабря. Эрнест Бавшин, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. В городе завершилась акция по сбору макулатуры «Бумажный бум». В год экологии на Ямале ее запустила инициативная группа первой школы. В итоге учащимся из пяти образовательных учреждений удалось собрать свыше двух тонн вторсырья. Отслужившие тетради, исписанные черновики, журналы, книги и альбомы. Ставшие ненужными бумажные отходы школьники сдают на вторичную переработку. Ребята уверены, внести вклад в решение вопросов экологии может каждый. Это помогает очистить землю от мусора. И я хочу в этом поучаствовать. Я приносилась дома. У меня было много черновиков, журналов, тетрадей, комиксов. За победу в конкурсе боролись пять образовательных учреждений. Объемы собранной макулатуры впечатляют. Ученики пятой школы, например, сдали более полтонны вторсырья. Один из школьников раздобыл свыше ста килограммов различных бумажных отходов. Несмотря на конкуренцию, юные муравленковцы говорят, главное не победа, а участие. Ведь за каждым листом бумаги, газетой и картонкой стоит вырубка лесов. Я брала макулатуру, мне помогали родители, несли с работы там, у друзей спрашивали. Это помогает экологии. Мы, можно сказать, спасаем деревья, потому что 100 килограмм макулатура – это уже одно спасенное дерево. Первая школа проводит такую акцию не впервые и каждый раз весьма эффективно. В год экологии на Ямале ребята заявили со своей идеей в проект «Чистый Ямал» и нашли широкую поддержку жителей города. Это была всероссийская акция, и мы решили воплотить эту идею в нашей школе, в нашем городе. Сплотить все школы и провести небольшой конкурс между ними по сбору макулатуры и посоревноваться, чтобы была какая-то мотивация, будем подавать подарки. Бумажный бум вошел едва ли не в каждую семью, где есть школьники. Результат экологической акции – 2 тонны 252 килограмма сырья. Вся эта сумма пойдет в пожертвование фонду Ямины, нашему замечательному фонду на Ямале, который существует уже более 11 лет. И мы надеемся, что мы с такой небольшой суммой сможем оказать помощь детям, которые нуждаются действительно в этом. Особенно перед Новым годом, чтобы каждый из нас, подведя итоги года, мог сказать, что я что-то сделал хорошее не только для себя и своей семьи, но и для других людей. Подведение итогов конкурса, награждение победителей и призеров состоится 15 декабря. Самых активных ждут дипломы и эко-подарки. Алена Гафарова, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. Каток Олимп принял первых посетителей. Яркие огни, зажигательная музыка, показательное выступление юных фигуристок и хоккеистов. Новый зимний сезон, как всегда, обещает быть насыщенным и незабываемым. В Муравленко любителей зимних видов спорта хватает, поэтому открытие катка на свежем воздухе многие ждали с нетерпением. Очень приятно, что сегодня мы открываем с вами вот такое вот новое пространство. Лед готов. Мы видим замечательные огоньки, которые, я уверена, обязательно будут радовать всех тех, кто очень любит зимний спорт. И вот так на природе кататься на коньках, я думаю, что это будет таким удивительным для вас замечательным событием и таким очень приятным делом. Первыми на лед выходят фигуристки спортивной школы Арктика, а это уже показательное выступление юных хоккеистов команды Сэр Варк. Мальчишкам всего по 7-8 лет, но они уверенно держатся на льду, крепко сжимая в руках клюшки. Шах, лихая музыка, атаки, точнее отдай на клюшку посильнее ударь, и все в порядке, если только на площадке, великолепная пятерка и вратарь. На каток можно приходить всей семьей или с друзьями. Свежий воздух, здоровый азар, а что еще нужно, чтобы приятно провести время не только весело, но и с пользой для здоровья. Я сюда с друзьями буду ходить и кататься на коньках. Я очень рада, потому что здесь можно кататься на коньках, в варенках можно хоккей делать. Наш год стал ярче, красивее. Люди радуются, потому что у нас открылась новая площадка, больше возможностей. И поэтому я очень рада. Зимний сезон открыли турниром по хоккею в валенках. Сегодня эта игра переживает второе рождение. Правила почти не отличаются от традиционной игры. Кто больше забил голов в ворота противника, тот и выиграл. А из атрибутов нужны всего лишь валенки, клюшка и теннисный мяч. На площадке юные футболисты. Ребята занимаются в спортивной школе Муравленко. А сегодня решили испытать свои силы на льду. Страстики пели нешуточные. В итоге со счетом 5-1 победу одержала команда «Арктика». Очень понравилось играть в хоккей в валенках. В свободное время пришли с друзьями. Покатались, поиграли. Было очень классно. Впечатление отличное. Стать участником подобного турнира не проблема. Было бы желание. Олимп открыт для всех желающих. Площадка работает ежедневно. С понедельника по субботу она будет работать с 4 до 8. А в воскресенье с 2 до 8. Вход у нас бесплатный. Теплый вагончик. Ребята приходят. У кого нет своих коньков, могут взять на прокат. Прокат бесплатный абсолютно. И могут кататься в свое удовольствие. Все участники мероприятия получили порцию отличного настроения. А еще смогли подкрепиться и согреться горячим кофе или чаем. Вот такой фудтрак теперь будет работать на всех массовых мероприятиях. Татьяна Бойко, Сергей Лукович. Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте muravlenko24.ru и в социальных сетях.